Всем привет! Доброе утро, мир! Это Атлантический океан, и мы с Никиткой начинаем свой день после клуба прямо на пляже. Уже сходили, покупались, а сейчас спустились на бассейн. Мы живем на 12-м, а бассейн у нас на 6-м. С Никитой посидели, позагорали, у меня уже просто лоб вот так вот обгорел. И сейчас мы с Никиткой пойдем посидим в джакузи и покажем, какой тут классный вообще джакузи. Считайте, здесь лежаков предостаточно, а лежаки, которые на пляже, их реально не хватает. Вот видите, это наше место для голубого полотенца. Очень быстро нам все это организовали с Никиткой. Утром уже 9.30 и уже 27-28 градусов температура, так что если у вас нежная кожа, как у меня, то это самое время выходить, загорать. И то я уже жалею, что на лицо не нанесла СПС, потому что у меня уже лоб весь сгорел. Сейчас мы с Никитой покупаемся в джакузи. Сделаем. В джакузи в самом углу, вот там. Ну, у вас есть джакузи, хотя не джакузи, так и там все должно быть. Здесь каждый может взять полотенчиком и лежать у бассейна. Как всегда, знаете, что возле воды намного прохладнее и приятнее находиться. А вот джакузи. Никита, залезай в джакузи. По гидромассажерству. А? Горячий. Горячий? Вообще очень горячий, как ванна? Привыкнуть. А Никита говорит, горячий. И нужно просто представлять, как в ванну привыкнуть, потому что очень горячо, а не так. Давай, заползай. Давай. Сейчас офигеешь, как горячо после солнца. О май гад, реально горячо. Да. Ну, это просто сказал, что загорали мы. Слушай, когда ты мне вчера ванну делал, это все равно не то. Интересно, а у меня сейчас звук пишется через наушники? Хрезает, наверное. А вдруг вообще не пишется звук? Ха-ха-ха, ты вообще не мой кино. Ну, тогда да. Я уже забыла, что я в наушниках. Ну ладно, буду осторожно так подлежать. Да. Слышите, такая классная водица. Просто, Никита. Ну, тут такой гидромассажер, так себе, просто тепло. Да, вообще такой кайф, пальмочки. Никит, каково после клуба взять и начать свой, просто с резкого старта свой день просто встал и пошел купаться? Не знаю, мы в 3 часа или в 4 уснули, я уже в 8 встал такой, все, пора, пора идти. Хондер, блин, холодный. А мы еще балкон не закрываем, у нас солнце встается, мы тоже просыпаемся. А вчера, помнишь, я пришел пьяный, такой, надо ванну набрать. Набрал ванну, короче, лег в нее, и там, короче, так, как мог. Я, походу, был пьяный, ничего не чувствовал, только горячую сделал. Меня просто рассосало вот так. Я вчера просто так уснул. Никита меня просто взял и заставил лечь спать. Я хотела еще после 100, где мы там танцуем. Ну, извините за задержку, те, кто смотрит меня в Инстаграм. Сон важнее всего для блогера. Сегодня потрясающий день, и уже в океане поплавали, позагорали, родным позвонили, все это сняли на камеру. Вот сейчас немножко тут посидим и пойдем завтракать арбузиком. Всем плохого дня, приезжайте в Майами, отдыхайте, загорайте. Тут кайф не в том, что здесь все включено, например, в Турции, в Египте. Здесь кайф просто на атмосфере, то есть реально классно, я обожаю. И сервис, да. Так что, всем хорошего дня. Покупались в джакузи, а сейчас, для наглядности, переходим в бассейн. Там, наверное, вообще очень охладная вода. Никита, главное, главное, не прыгай. Ооо, Никита, булканье, Никит. Холодно. Угар. Холодно, ты сейчас вылезаешь, да, уже? На этом все, да? На этом все. На этом все, то есть неинтересно, да, купаться? Не, можно, знаешь, так греться все там и я иду сюда, короче. Ладно, пойдемте завтракать. Покупались, помылись после бассейна. Организовали завтрак. Это арбузы, грейпфруты, делаем кофе и эспрессо, добавляем туда сливки, бутерброд из круассана там. Смотрите, огурчик, колбаска, сыр. Наш дезерт и офигительный Форт Ландердейл. Сегодня эр-шоу будет, опять же, ждем, ждем. Никит. Как тебе вообще проводить утро в Форт Ландердейле в Майами, каково это? Да. Это прекрасно. Простопайтесь просто, как другим человеком. В отпуске вообще тут все по-другому, не знаю почему. Да, я тоже так считаю. Ой, тебе так идет этот стол. Вот мы проходим через красивое лобби нашего отеля и отправляемся на прогулку до торгового центра. Человечек идет без ботинок. Короче, мы с Никитой вышли на прогулку. Посмотрите на мой красивый образ. Кепочка, рубашка, вчера были закатанные рукава, сегодня я распустила. 32 градуса, друзья, вышли, светит солнце, кожа просто горит. И что я могу сказать, надевайтесь в таких странах жарких, тропических, белое, в белом прекрасно себя ощущаю. И, конечно же, закрывайте тело. Плечи, главное, плечи. Плечи, да, головной убор и солнечные очки для того, чтобы когда выходит солнце, чтобы не щуриться. Никитка. Никитке нужна белая футболка. Вот смотрите, как красиво тоже выглядит. Давай возьмем велосипеды и покатаем уже 4 часа. Я прошел просто 50 метров, я чуть пиздох. Кстати, сегодня, ой, I'm sorry. Сегодня Air Show тоже. Люди специально приехали в Fort Lauderdale на Air Show. Летают эти истребители. Сегодня туманность какая-то. Выдвинулись в продуктовый магазин или в кафе, чтобы посидеть. Дали задание уборщице убраться, пока нас нет, пока мы отсутствуем. Мы идем в торговый центр, который называется Галерея Fort Lauderdale. Путь пешком занимает 28 минут. Это такой же маршрут, как мы ходили в супермаркет Publix. Дорогу запомнили, поэтому можно не пользоваться навигатором. По пути мы наблюдаем в небе над океаном Air Show – шоу самолетов. Оказывается, это очень масштабное событие. Люди специально приезжают сюда, чтобы полюбоваться на такое эффектное зрелище. Кафе и рестораны на первой линии заполнены до предела, а на лужайке еще больше зрителей. Многие принесли с собой стучки, чтобы удобно разместиться и смотреть шоу. Нам дали такие бесплатные санпелегрины, типа промо-акции. Пригиньте, мы шли, девушка бесплатно раздает. Реально, бесплатно. Само не стоит недорого, просто попробовать. Американцы очень любят воду с санпелегрином. Поэтому это в принципе хорошая промо-акция. Я лично не люблю. Я просто люблю газировку. Если берешь минералку, она должна быть без вкуса вообще. Только газики. Никит, смотри, мост уже опустили. Мы только что шли. Мост был поднят. Там проезжали круизные корабли. Вот сейчас, Никит, как раз подкушаем и запьем вот этим. Это майамские каналы. Яхты, вечеринки, всякие круизные лайнеры. Не лайнеры, а яхты. Яхты, яхты лайнеры. Вот такая яхта, тысяча баксов в день. О, сори. Вот такая маленькая. Вот такая, я не знаю сколько. Вот та маленькая, тысяча долларов. Классно. Никита попробовал водичку. Сладкая. Сладкая, да. Это опироль на минималках. Пришли в торговый центр, а тут пальмы. Так это прикольно. Не везде стоят пальмы. Только во Флориде можно их такое встретить. Автомобиль. Легкий перекусик филичи стейк. Картошечка фри, кока-кола. Никит, попробуй. Так, давай сперва попробуем филичи стейк. Я так не понял, почему они его так воткруто делают. А, они тут его порезали для нас. Мясо, это столько. А это как будто бы тонкий нарезанный стейк. И он, типа, как шаурмайндина. Интересно попробовать картошечку. Ой, упала. Такая вкусная. С беконтиком покрошенный. Соус настоящий, американский. Попробуем. Мясо. Такой свеженький. Вкусненько, натуральненько. Советую попробовать филичи стейк для тех, кто в Америке. Наш сосед был советовал, да? Угу. А, окей. Фри-тестинг. Нам чувак сказал, что можно дегустацию сделать. Я так понимаю, алкоголя, да? Мы с Никитой посидели под холодными кондиционерами, охладились. И вот сейчас вот пять минуточек погулять под таким палящим теплом. Самое то. Сейчас мы пойдем опять в паблик. Закупимся продуктами. Мы поняли, что это реально выгодно покупать продукты. Заполнять в холодильник. Доставать. Когда просыпается, чувствуется холодильник. И кушать, да, Никит? Да. Гораздо дешевле, чем ходить в эти рестораны. Ну, просто в Америке, знаете, как все устроено. Зашел в ресторан, дал булочку и заплатил, знаете, еще... 20 баксов. Да, налоги дополнительно. Плюс еще какие-то чаевые. Короче, это булочки не 5 долларов, а все 15 у вас выйдет. На кассе набрали продуктиков. Шампанское на коктейле. Просека. Роллы, арбузи, круассаны. И будем вызывать такси. Такая вот корзина продуктов. Тележка у нас вышла в 73 доллара. Жить где-то там у себя в глубинке в своем джерзи. И раз в неделю закупаться там на 100 долларов это дешевле, чем каждый раз тут. Просто мы с Никитой знаем самый красный топовый магазин в Нью-Йорке. Это тот базар. Там все свежая и по приятным ценам паблик. Конечно, это чуть подороже. Ну и плюс у нас еще дорогой арбуз. И плюс мы еще алкоголь взяли. Кстати, в Нью-Йорке не продают алкоголь в продуктовых магазинах. А во Флориде продают. Тут, как вы помните, мы всегда покупали с Никитой вино за 8 долларов. Оно до сих пор есть. Потому что реально купить за 8 долларов полторашку хорошего белого или красного вина. Все, мы сейчас закажем такси и мы поедем прямиком в отель. Пять минут на жаре. Это просто невыносимо. Так жарко. Приехало такси, ждали вот пять минут. И сейчас все упакуем. Поедем домой. Хеллоу. Итак, мы пришли домой. Выгрузили все продукты. Купили арбузик. 10 долларов. Или 8 долларов стоит. Такой дорогой. Купили две пачки чипов. Берешь одну, вторая идет бесплатно. Суши роллы тогда брали. Реально понравилось. 14 долларов вот такой сет стоит. Это 9 долларов. Огурчики для бутербродов. Взяли круассанчики. Выгодная покупка 5 долларов. Можно делать бутерброды. Кстати, я не купила нутеллу. Я забыла. Ну ладно, куда мне нутелла. Огурчик, значит, мартини просека. Просека. Мне так нравится, что в Америке можно брендовый алкоголь пить. Они здесь копейки стоят? Все копейки стоят. Реально. Кроме европейских алкоголей. Никите понравилось салями. Он уже профи в этой колбасе. Мне вообще не позволяет выбирать колбасу. Никита говорит, вот берем вот эту. Цена-качество. Отвечаю за него. Ну, как скажете. Вот. И сыр Гауда 8 долларов стоит. Тоже берем сюда его. Ну и кремчик. Массаж для ножек. Всего вышло в 73 доллара. Прикиньте, если на рубли переводить. Вообще на рубли не особо не переводить. Я просто вам скажу, чтобы вы понимали, что Америка такая страна. Мне нужно быть с деньгами. С деньгами. Тут в магазин сходить стоит 73 доллара. А самая низкая зарплата 3000 долларов. Да. То есть, в принципе, это не такая, как бы, дорогая цена. Короче, ребят. Погнали за льдом. Да? Кстати, я сейчас сниму пылю. Давай. Вот такое помещение. Написано Ice. Ice, Ice. Заходите. Ставите вот эту штуку сюда. Снимайте. Вот. Теперь нажимаете вот так. Сейчас. Вот, собственно, и все. Весь лед. А еще круто, когда мы тут отсутствовали, у нас была уборщица. Смотрите, она убралась. У нас тут все чистенькое постельное белье. Поехали. Мы пошли на балкон любоваться красивыми видами на город Порт Родердейл. Отдыхать, общаться и проводить наш прекрасный отпуск вдвоем. На этом все. Буду с вами прощаться. Обязательно поставьте лайк. Напишите комментарий. Мне это необходимо для развития канала. Спасибо всем за просмотр. Желаю всем классного настроения. Всем прекрасных выходных. Продолжение следует. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.